уничтожить о том как все это делается если кратко прям очень кратко и содержательно чтобы участвовать в ивенте который называется доктор кто именно эта коллаборация с bbc вам необходимо в open space и то есть в космосе в любом космосе в хай сейки лосики в нулях в их а не важно где в новом эдеме сканить т-1 аномалии вот они сканятся очень просто бывают буквально в каждой системе и по нескольку штук с одного из двух прогонов даже т-1 сканировщик с этим справляется там вы собираете комплектующие и чертежи для крафта нитей после того как вы собираете некий комплект для крафта этой нити вы его крафтите лучше сразу же крафтить штук 5-7 ну хотя бы 5 я сразу крафтил 5 крафтите их и по очереди их используйте они активируются как нити прыжковые для фарма абисов точно также их видно в гриде вас могут с обратной стороны выловить если в хай сейке суицидовать если в нулях убить без проблем вообще поэтому лучше с глазками все это делать либо в самой захудалой конечной системе где вас никто не найдет и никто никогда не ходит есть два типа именно нити боевые и сканер сканерные боевые используются в частности корабли именно т-1 формата каракалы и прочее а сканерные в основном сканерщики даже т-2 сканерщик туда идут вот т-1 нити сканется очень просто и взламывается достаточно просто поэтому даже без навыков можно принципе но успешно взломать ничего сложного там нету также и боевая аномалия проходится на т-1 каракале без проблем даже на мета вот я даже брал туда их сложовую накачку особо там не страдал на вот всего есть четыре тира боевых нитей и три тира сканерных нитей грубо говоря все первые нити вы собираете в космосе в open space и после чего прыгая по этой нити вы собираете уже внутри их комплектующий взламывайте контейнер на сканерных нитях чтобы собрать нити тиры т2 там падают в основном для тиры т2 нужны x79 комплектующие самые редкие в основном они падают там там же падают x17 и все нужны комплектующие для крафта т-1 сканерных и боевых аномалий боевых аномалиях лот падает именно с корабля далеков подбитого танкуется очень хорошо но в принципе продавливается много дпс он не наносит но для чего вообще этот ивент нужен давайте сейчас кратенько я закончу именно про все вот эти вот нити и прочее кто как и где зачем собирается и что нас ждет в последние нити которая т4 боевая говорят она очень лютая очень много дпс наносит и даже т3 нить боевая тоже очень много дпс поэтому корабли нужны там с очень хорошей танковкой как говорят некоторые игроки то что в т4 нити в т3 т3 нить нужны только т1 крейсера туда не пускают говорят линкоры не пускают туда гилы те же самые но я это еще не проверял нужно будет протестить это досюда мы не добрались вот за наши 10 часов стрима но вот мы дошли только до нити тира т2 это с горем пополам очень сложный ивент очень долго фармится и мы в этих самых нитях взламываем контейнеры вас прям прямо бросают контейнером когда вы активируете нить вам не нужно ничего там внутри высканивать прямо в конты вас бросает вот вы взламываете эти конты добывайте там комплектующих как я уже выразился ранее там же добываются с некоторой вероятностью внешки для персонажей женские мужские и скины на различного вида т1 корабли но еще на некоторые фракционы например на гилу еще на некоторые малые корабли типа имикуса и так далее вот так же на пиратские корабли тоже нити скины там падают ну вот брутан нави вектор нави и прочее то есть самая распространенная скины для новичков эти скины они разовые это разовая акция в иф онлайне больше такой никогда не будет поэтому не стоит сейчас за очень дешевые деньги такие скины продавать лучше их оставить для себя для коллекции либо подождать пару-тройку лет они вырастут многократно в цене может даже до десятков миллиардов иск что вряд ли конечно но вполне вероятно потому что такого больше не будет нигде никогда также вы проходя вот эти вот события просканивая релики взламывая релики крафтя нити продавая нити комплектующие для этих нитей выполняйте вот эту вот линейку квестов но всего нужно набрать 900 очков здесь также дают окраски на малер а дают на рок-туру дают окраски на мой дают окраски на вексор но вот дополнительно дают перманентные бафы аир на скан носил скана на скорость прогона ваших зондов вот они перманентные не временные их можно будет хранить всегда использовать а позже их продать ну вот но это тоже ограниченный ресурс они не так часто в ивентах нам попадаются что же нам падает в именно нитях т2 т3 и т4 и как они вообще собираются видите какая ситуация комплектующие для нити т2 падают в нитях когда вы туда пропрыгиваете в нитях т1 но не всегда с очень маленькой вероятностью падают комплектующие на нит т2 поэтому можно 10 раз ходить в нить т1 и ничего оттуда не сролить она ролить только нового лута на новые нити т1 но слава богу вам не придется больше летать по космосу вот эти вот много часов собирать вот эти вот первые 57 т1 нитей поэтому вся комплектуха собирается именно там то есть внутри вот вы получаете там скины получаете там вот эти вот бонусы и так далее вы не получаете чистые иски но видите в чем фишка вы получаете так называемое все что я собрал сегодня с ивента вот этого все находится здесь вы получаете вот видите на имикус я скинчик нашел показать подробную формацию вот так вот будет выглядеть имикус в этом скине в стиле ретро да получается 60-70 как ребята сказали вы получаете также некоторые предметы из хронологии лора мира доктора кто например вот я вытащил отвертку я вытащил присос куда ли кошар да вот так же вы вытаскиваете вот такие вот скины вот если показать подробную формацию вот так он выглядит но это какая-то водолазка тоже в стиле 60-х да но не очень такая понтовая но в принципе достаточно прикольная вот дополнительно какие-то элементы сальвага но они не очень ценные стоят буквально копейки но также оттуда вы вытягиваете вот эти вот плиты которые называются перцу леер дата вы их продаете npc по 10 тысяч единиц иск за каждую я за наши вот эти вот 8 10 часов скана на к нарыл их две с половиной тысячи то есть двум с половиной тысячам прибавляем получается четыре ноля получаем стоимость иск 250 миллионов иск я на сегодня за сегодня накрабил ивент этот будет длиться до 1 февраля еще три недели и боже упаси вас сейчас покупать комплектующие с рынка ни в коем случае этого не делайте сейчас идет ажиотаж первые дни ивента и комплектующие после чего будут стоить дешевле подождите пару-тройку дней если у вас не получается найти допустим x70 комплектующие x37 x13 и так далее если у вас не так много времени подождите 2-3 дня ну хотя бы неделю на рынке они очень сильно подешевеют из-за того что ажиотаж закончится многие игроки в этом разочаруются в этом ивенте потому что его смысл заключается именно в том чтобы добывать скины которые достаточно редки но соответственно какие-то иски благодаря вот этим вот хреновином касаемо безопасности все нити они активируются как я вырос ранее по системе триглавских нити которые мы юзаем чтобы фармить абисы они видны в гриде на них можно варпать у вас любой момент может могут выловить об этом я уже сказал вся комплект все комплектующие для нити т3 фармятся в нитях сканерских нитях т2 внутри с каждым с каждой сложностью нити не будь это т2 не будет т3 сложность взлома и сложность численность точнее этих контейнеров увеличивается вдвое то есть если в первом т1 нити у вас было всего лишь там 5-7 контейнеров да или 8 то в нити т2 у вас уже там ок в районе 12-15 контов на все это вам дается 30 минут как на боевую нить также и на сканерную нить сканить там могут все типы сканерщиков астерки анафемы магнаты хироны рекомендую вам сканить ивент и все что с ним связано с использованием до т2 с легатором плюс имплант нейроленс который мы используем в металлиментальных бурях имплант выглядит вот так сейчас я вам его покажу усовершенствует нейроленс black space next люмитон 920 40 сам модуль выглядит вот так это у нас получается ли гатор его аналог есть еще зигма он дороже так вот зигму нужно юзать уже именно на нитях сканерских нитях тира т3 как понять какие нити т2 а какие нити т3 давайте выйдем из дока перейдем в нашу печку где мы крафтим все наши нити но как говорят ребята то что их можно крафтить вообще в любой станции даже на которых нету печки но я все-таки все свои крафтерские дела произвожу именно на сотейке да там же все это дело произвожу сейчас мы докнемся и я вам покажу как их собственно между собой отличить во первых они отличаются скоростью прогона это во первых т1 крафтится две с половиной минуты т2 14 минут 30 крафтится 30 минут вот если мы зайдем на склад и увидим то что у меня уже есть некоторая сорус это у нас сканерская т1 у меня есть мистерия это по моему у нас сейчас давайте посмотрим формацию куда она у нас ведет загадочная это уже т3 и сейчас у меня производится именно нить которая называется она вот уже произвелась это энигматик это т2 нить мы ее произвели вот мы ее доставили давайте просто посмотрим видите она у меня 14 минут здесь крафтилась вот вот пожалуйста 14 минут вот смотрите т1 нить закидываем в печку сразу же видно две минуты 20 секунды это т1 берем следующую нить энигматик она у нас будет 14 минут я вам только что показал и вот уже у нас мистерия туда закидываем уже видим другое время у нас получается 28 минут это нить т3 есть еще т4 называется они там дэнджероус и так далее давайте нажмем alt q и посмотрим как они выглядят на рынке достаточно ввести слово матрикс и вент запутанный но в принципе разобраться можно вот они все нити которые нам нужны здесь и боевые и сканерский сканерских нити всего три три тира то есть последний это у нас будет мистериос именно в этой нити выбиваются комплектующие для скана нити т4 боевой вот там уже будут x103 x97 и прочие которых нет в нитях т2 вот вот на спасла пожалуйста самая сложная нить именно боевая она будет называться у нас по моему перилес если мы откроем информацию и посмотрим тут написано четко потенциально гибельный участок пространства времени туда можно заходить в несколько человек формируем флот провалимся флотом в два человека и это написано даже на самой нити я не тестил не знаю но написано значит так и есть вот соответственно скины мы купим скины продаем делаем ивент получаем плюшки из доктора кто наслаждаемся и извлекаем отсюда какую-то выгоду ивент на самом деле геморрой на особенно самом начале но потом когда уже все дни эти собрали особенно первое уже все пойдет попроще поэтому ребят исследуйте сканируйте изучайте и дерзайте с вами был канал три они до следующих стримов это был один из самых длительных стримов нас конечно были 22 пары по 12 часов но все же я не рассчитывал сегодня столько времени сидеть вам спасибо за то что пришли смотрели соответственно от меня все что требуется этой контент все на следующих выпусках ребят пока